Нереально огромные изменения, по факту, просто сплющу мне. Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Близится старт четвертого сезона. Компания Blizzard дала нам небольшую информацию касательно старта четвертого сезона и своих планов. Планы у них такие, что им хочется сделать нереальные изменения в системе MIFIC+. Также мифических обычных подземелий, MIFIC 0 сокращенно их называют. И немножко хотят героек данжи еще привести в порядок. Собственно, обо всем по порядку. Компания Blizzard хочет сделать нереальное сплющивание. Теперь, с целью того, чтобы получать максимальную еженедельную награду с MIFIC+. Мы должны закрывать всего лишь 10-й ключ. Думаете, что 10-й ключик будет таким же легким, как и на текущий момент? Нет, абсолютно все не так. Пройдемся по всем сложностям и сравним их. Также в правом верхнем углу или в левом будет картинка, которую оставил в своем дискорде в виде надписи. Само собой, ссылка на дискорд в описании. Получается так то, что обычное подземелье четвертого сезона равно обычному подземелью третьего сезона. Героек подземелья четвертого сезона равно MIFIC 0 текущего третьего сезона. MIFIC 0 четвертого сезона равен десятому ключу третьего сезона по сложности, по хп мопцов. Если мы рассмотрим MIFIC плюс 10, ключик 10 четвертого сезона, то он равен двадцатке третьего сезона. То есть не думайте то, что зайдя в десятку четвертого сезона, вы спокойно там легко ее вынесете, как например текущий Аталдазар 20 на плюс 3 без смертей. Будет тяжеловато. Подземелья будут 8 штук. Драгонфлайтовские абсолютно все. Так что какой-то босс, быть может, забыт по тактике. И, быть может, будут какие-то даже вайпы. Во втором ключе, если пати не особо одета. Все может быть. Также, основываясь на информацию, которая была написана в блюпосте, я организовал небольшую табличку. И пройдемся по этой табличке, абсолютно все расскажу и поясню. Гребни дракончика, самые начальные, самые изначальные, мы будем вылутывать за различные активности в Open World. Мы будем также апать начальные вещицы. Начальные вещицы имеют такой вот этот левел. 80-й, 89-й. То есть, то, что на текущий момент являлось легендой в третьем сезоне. Мы лутали с мифика эти вещицы. С мифик рейда, с викли лута огромного. 18-е, 20-е ключи. Теперь, да, это наинизший итем левел, который мы вообще рассматриваем в этой таблице. Гребни дракончика лутаются. С Open World, за локалки. С шариков, которые в приливе снов. Гребни дракона мы будем лутать за мифик нули. Окей. А дальше. Гребни змея и гребни аспекта. Не зря я выделил зеленым и желтым цветом. Касательно третьего и четвертого ранга специально поставил вопросы, потому что немного еще непонятно по итем левелу. В самой таблице ничего не имеется. То есть, быть может, где-то будет повышение на 4 итем левела, где-то на 3. Ну, пока что просто-напросто оставил так. Все-таки первая версия таблицы, я думаю, простительно. Гребни змея мы будем лутать со вторых по пятые ключи. Гребни аспекта мы будем лутать с шестого по десятый ключик. Касательно этом левела, за прохождение. Второй ключик проходим, лутаем 496 вещицы. Проходим седьмой ключик, уже лутаем 506. Это вещица формата герой, которую мы можем апгрейдить до 522. Неплохо? Да, вполне неплохо. То есть, можно сделать себе 522 итем левел, проходя мифик плюсы, тратя гребни. Будут ли гребни под капом? Вопрос хороший. Хотелось бы, чтобы капа на гребнях вообще не было. И мы могли себе быстренько-быстренько все реализовать. Потому что четвертый сезон все-таки это больше фановый. И хочется быстро все закрыть и потом заходить раз в неделю на РТС с целью закрытия актуального рейда. С целью там дропа маунта, да, к варианту Ануриелоса. Касательно викли лута, что мы можем видеть? Можем видеть ошибку небольшую. Сейчас мы все исправим. Вот так вот. Для получения вещиц формата легенды нам нужно закрывать восьмой ключ. Это сравнимо с 18-м третьем сезоне. То есть просто-напросто срезали десятку на абсолютно всех ключах. Что будет с достижениями по типу Герой Ключей, где мы получали порталы? Вопрос хороший. Нужно ли будет закрывать всего лишь десятый ключ? Или мы должны заплатить, закрыть хотя бы пятнадцатый, как там это было раньше? Или же вообще нужно нереально заплатить и пройти двадцатый, который будет как типа тридцатый в третьем сезоне? Посмотрим. Уверен, компания Blizzard еще даст ответы на эти вопросы. Поэтому верим, надеемся, ждем. Как говорится, посмотрим все на практике. На этом все. Само собой, таблица эта в виде картинки также будет в Дискорде. В канале сетевые анонсы. Каждый сезон кидаю такие таблички. И людям легко. В целом они рады видеть такую мини-шпаргалку. Касательно крафтов, пока что тоже непонятно, тоже вопросики. На этом, пожалуй, все. Нереально огромные изменения. По факту, просто сплющу мне. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.